Девушки отдыхают Даже с тем, кто не смотрит телескопы Капа, я придумал Сейчас мы с тобой здороваемся с ребятами Но видишь, они уже собрались Около своих телевизоров Здравствуйте, мальчики и девочки И мы все вместе смотрим телескоп А, как придумал Все-таки звездным небом Можно любоваться бесконечно А кстати, мои юные астрономы Мы смотрим не только на звезды Мы наблюдаем небольшую часть Вселенной Крохотную такую часть Кстати, на мой электронный адрес Пришло письмо Как раз о Вселенной Вот, пожалуйста Эдик Петров из Самары Желает знать Что такое Вселенная Какие у нее размеры И как ее лучше наблюдать Дорогой Эдик Вселенная Понятие многозначное Ну, во-первых Под Вселенной Понимают весь окружающий мир Само это слово Произошло от греческого Ойкумена То есть обитаемое, населенное Такую Вселенную наблюдать Проще простого Ну, смотри себе по сторонам Например, я вижу Капу, ноутбук, телескоп Все это части Вселенной То есть окружающего мира Но есть и другое понятие Вселенной Вселенная астрономическая Под ним мы подразумеваем Объем пространства Вместе со всей материей Звездами, планетами, астероидами И так далее И излучением, заключенным в нем Сколько существует Вселенных? Ммм, может быть одна А может быть миллионы Или миллиарды Но для нас с вами Есть только одна Вселенная Та, которую мы наблюдаем И простирается она безгранично Впрочем, человеческий разум Не в состоянии понять И принять идею безграничности Нам, людям, обязательно нужно Придумать какие-то рамки Ну, так нам спокойнее Поэтому астрономы договорились Считать, что наблюдаемая Вселенная Простирается во все стороны Приблизительно на 46 миллиардов Световых лет Именно на такое расстояние Мы сегодня можем заглянуть В глубины космоса Между прочим, тоже очень и очень Впечатляющая цифра Какая форма у Вселенной? Ну, скорее всего Это огромный Преогромный шар Может быть А может быть Наша Вселенная Правильная капочка Всего лишь Крохотная частичка Ну, где-то вот такая маленькая Чего-то неизмеримо большего Чего? Хм... Ответ на этот вопрос Знает только тот Кто создал этот мир Ну, а мы с вами Просто будем восхищаться Его творением И наблюдать то Что нам доступна Крохотная часть Огромной Вселенной Для этого Нам достаточно Поднять глаза к небу Или вооружиться Биноклем Ну, или посмотреть Телескоп Красота Да, мальчики и девочки Вы только вслушайтесь Вселенная Не правда ли Это слово Будет воображение Сразу хочется забраться В космический корабль Махануть Куда-нибудь туда Чтобы поближе Рассмотреть Хоть одно из чудес Вселенной Да А вот наш электронный друг Тоже желает Отправиться в космос Вот с тобой, приятель Никаких проблем Тебе-то Не нужна ракета? Давай Лети Так-так-так Куда бы тебя отправить? А? Ага Слетай-ка наш Нанотехнологичный друг К Сатурну Ну, а нас с вами Мальчики и девочки Заждалось письмо Из Тведи Прислала его нам Лиля Русланова Которая хочет узнать Хочет узнать Секундочку Ага Вот Дорогой Филипп Филиппович А правда, что наша Вселенная Расширяется? Как ученые Это узнали? Правда, Лиля Самое, что ни на есть Правда Наша Вселенная Действительно Расширяется Увеличивается В размерах Растет Как Тесто на дрожжах Впервые Эту Особенность Вселенной Заметил Американский Астроном Эдвин Пауэл Хаббл Именно в его честь Назван Космический телескоп Движущийся По околоземной Орбите Но сейчас Речь не о телескопе Так вот Именно Мистер Хаббл Обнаружил Расширение Вселенной И помогло ему В этом Красное Смещение Что это за штука? Сейчас расскажу В сущности Свет Это Электромагнитная Волна Представим Что она летит От далекой Галактики Летит Себе Летит Но пока Свет Движется В космосе Пространство Расширяется Вместе с ним Увеличивается Длина Волны То есть Сдвигается В сторону Красной Части Спектра Запомните Мальчики Девочки Синие Волны Самые Короткие Красные Длинные Вот это Движение В сторону Красной Части Спектра И называется Красным Смещением Если за время Полета Света Пространство Расширилось В два раза То и длина Волны Увеличилась В два раза Был свет Фиолетовым И имел длину Волны Около Четырехсот Миллиметров А стал Ярко-красным С длиной Волны Около Восьмисот Миллиметров Именно Хаббл Открыл Что красные Смещения Приблизительно Пропорционально Расстоянию А затем Воспользовался Своим Открытием И Рассчитал Скорости Некоторых Далеких Галактик И знаете Мальчики Девочки Что оказалось Чем Быстрее Движется Галактика Тем Дальше Она от нас И наоборот Чем дальше От нас Тем Быстрее Движется Куда-то туда Уже Совсем Необъятную Даль Чувствую Мальчики Девочки Вы радостно Потираете Ладошки Мол Раз все Все галактики Разлетаются От нас То мы То есть Наш млечный путь Расположен В самом центре Вселенной Увы Вынужден Вас Разочаровать Млечный путь Находится На окраине Почему Мы можем Наблюдать Как Разлетаются Галактики Ответ На этот вопрос Мы найдем С помощью Вот Этого Воздушного Шарика Я изобразил На нем Пару Галактик Спиральную И эллиптическую А теперь Я буду Надувать Шарик А вы Внимательно Следите За нашими Галактиками Видели Расстояние Между Нарисованными Галактиками Увеличивалось Равномерно И Следовательно С какой бы Из них Мы Не смотрели Нам бы Казалось Что остальные Галактики Разлетаются Именно от нашей Ой Не знаю Как вы Мальчики Девочки Но я устал От глобальных Вселенских Вопросов Давайте Сменим Тему И поговорим О чем Нибудь Маленьком Но тем более У нас есть повод Кстати Вопрос Вадима Валиахметова Он просит Рассказать О спутниках Сатурна Дорогой Вадик В своей Программе Я уже говорил О двух Лунах Сатурна О Титане И Энцеладе Ну а сегодня Пожалуй Мы навестим Небольшой Но загадочный Япет И в этом Нам как всегда Поможет Отважный И неутомимый Капа Да Эй там На орбите Как меня слышно Прекрасно Прекрасно Ну что же Давай картинку Смотрим Перед вами Япет Двадцать четвертый Спутник Сатурна Япет Довольно Невелик Всего-то Около полутора тысяч Километров Диаметры Но у этого Малыша Есть две Тайны Которые до сих пор Не могут Разгадать Ученые Одну из них Видно Даже с земли Япет Похож На двухцветный Детский мяч Одна половина Черная А вторая Белая Почему Половина Спутника Белая Понятно Ну он практически Целиком состоит Из водяного Льда Также очевидно Что вторая Половина Япета Покрыта Слоем Темного Вещества Может быть С высоким Содержанием Углерода Но откуда Взялось Это вещество И почему Покрыло только Часть спутника Вот загадка Ровнёхонько По экватору Япета Проходит Горный Хребет Высотой Тринадцать И шириной Двадцать Километров Из-за него Двадцать четвёртый Спутник Сатурна Походит На подвешенный В космосе Грецкий Орех Поразительно То Что оно Чётко Разделяет Белую И чёрную Половинки Спутника Как вы думаете Откуда же На Япете Взялся Хребет А есть Предположение Хм Я могу Предложить Сразу Две Гипотезы Быть может Своим Хребтом Япет Обязан Сжать её В один Прекрасный Момент Спутник Сжался И излишки Пород Поднялись На поверхность Этакой Складкой А может Быть Незапамятные Времена Вокруг Япета Кружился Его Собственный Крохотный Спутничек И однажды Приливные Силы Япета Разорвали Его На части Из которых Вокруг Двадцать Четвёртой Луны Образовалось Кольцо Ну наподобие Колец Сатурна Потихоньку Полегоньку Это кольцо Упало На поверхность Япета И стало Горным Хребтом Какая Из версий Мальчики Девочки Вам нравится Больше Мне первая Но какая Из них Ближе К истине Покажут Время И Изыскание Астрономов Ну вот Как говорится И всё До скорой встречи Но вы Мальчики Девочки Присылайте Ваши Космические Вопросы По адресу 109 147 Москва Улица Марксистская 34 Корпус 7 Телеканал Радость моя Профессор Астрономии Астрову Ну или Оставляйте их На сайте Телеканала Радость моя Точка ру И не забывайте По вечерам Смотреть На звёздное небо До скорой встречи Ваш Филипп Филиппович Ну и Капа Где-то в пространстве Капа Я не понимаю Что это за Систематические Опоздания На финал программы Я не могу понять Ты что Одна из галактик Центр вселенной Я тебе сейчас Докажу обратно Вот смотри Вот надувая Тут у меня тут Парочка галактик Нарисован Вот смотри Ты будешь сейчас Третье Не не хочу Смотри Видишь Смотри Вот Вот они Чувствуешь Почему не хочу Ну вот Одна Вторая Третья Но ты ни в коем случае Не Центр Ясно Ну молодец Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...